Всем привет! Привет, дорогие друзья! Мы рады быть опять вместе с вами и для вас. Записываем этот видеоурок, который будет несколько необычным. Почему? Ну, об этом вы узнаете немножко позже. И сегодня мы хотим поговорить на тему, которую мы назвали «Слагаемое настоящей любви». Один человек сказал, что любовь – это тяжелый труд, и я позволю с этим согласиться. Но труд, который приводит к наслаждению, удовольствию и настоящему счастью. Но из чего состоят эти усилия, какие необходимо сделать шаги? И вот об этом мы хотим сегодня поговорить с вами. Думаю, что для вас это будет очень-очень интересно. И первый стих, который хочу прочитать вам, написано «И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и углублялась в проницательности». Это современный перевод филиппийцам, первая глава, девятый стих. И просто давайте поговорим об этом немножко больше. Давайте. И хочу обратить ваше внимание на то, что в этом стихе находятся эти слагаемые, о которых мы сегодня хотим с вами поговорить. Прежде всего, это молитва. Если вы были внимательны, то второе слагаемое – это знание. И третье – проницательность. Итак, прежде всего написано, что нам нужно с вами молиться. И знаете, когда мы молимся, мы соединяемся с Небесным Отцом. И происходит такая очень хорошая вещь. Когда мы молимся, мы наполняемся Его любовью. Это говорит о том, что мы можем, когда мы соединяемся с Господом, мы можем также любить друг друга порой той любовью, которой именно Бог нас любит, любовью, которая не требует ничего взамен. А зачастую нам с вами в нашей семейной жизни это нужно, особенно когда наша вторая половинка как-то не так поступает, как нам бы этого хотелось. И еще хочу прочесть для вас один стих. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего и Иисуса Христа, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей». Это послание Ефесянам, 3 глава, 14, 18 и 19 стихи. То есть нам с вами также нужно молиться о том, чтобы мы исполнялись любовью Божьей и уразумели превосходящую разумение любовь к Христову. К этому могу лишь добавить, что когда мы молимся вместе, мы соединяемся с тем, кому мы молимся, мы соединяемся с теми, с кем мы молимся, и мы соединяемся с теми, за кого мы молимся. Поэтому, когда мы совершаем такие семейные молитвы, в любом случае это хорошо и благоприятно, потому что мы соединяемся с Богом и друг с другом. Второе, о чем мы хотели бы поговорить, это знания, которые нам важно систематически приобретать. Знания имеются в виду по отношению друг к другу. Любовь – это искусство, которое нужно исследовать. Другими словами, исследовать объект своей любви. То есть нам нужно со знанием дела подходить к этому вопросу. Поэтому нам важно любить другого человека, в данном случае мне любить Марину, так, чтобы она это чувствовала, чтобы она это знала. Есть замечательная книга «Пять языков любви» о важности нам говорить на одном языке любви. А для этого нам нужно знать человека, кого мы хотим любить, чтобы он чувствовал это от нас. Потому что настоящее наслаждение, удовольствие и счастье заключается не только в том, чтобы мы любили, но чтобы и мы были любимыми. Да, это на самом деле очень важно, потому что, знаете, когда мы живем вместе, и, допустим, мы друг друга не знаем, мы не знаем языка любви другого человека, мы можем делать что-то, что как нам кажется, будет для него или для нее приятно, и человек поймет, что мы любим. А на самом деле, допустим, этот человек вообще по-другому думает, по-другому воспринимает. Если для кого-то важно, чтобы его или ее обнимали, то для другого человека, допустим, является языком любви, когда ему говорят какие-то слова ободрения, просто какие-то добрые, хорошие слова. И это так важно, друзья, когда мы узнаем друг друга и когда мы действуем в соответствии с этим. Ну, а мы продолжаем, и следующее слагаемое, о котором мы хотим поговорить, это проницательность. И чтобы мне не ошибиться, я хочу прочитать, какие эпитеты подходят к этому понятию. Наблюдательный. Это важно. Многое замечающий. Предвидящий или угадывающий. Ну, это уж прям из сферы фантастики. Другими словами, когда мы молимся, когда мы получаем необходимое знание друг от друга, нам теперь нужно научиться правильно этой информацией пользоваться. И когда мы знаем, что это слово, оно может обидеть, чтобы мы заранее понимали, не стоит его говорить. И напротив, если мы уверены, что объятие – это то, что решит на этом этапе как минимум эмоциональную проблему, почему бы нам этим не воспользоваться? Согласна на сто процентов. Думаю, что нам всем есть еще чем заниматься в жизни друг с другом. Итак, мы сегодня говорим с вами на тему слагаемое, достигающее или настоящей любви. Итак, давайте еще раз их повторим. Итак, первое – это молитва, второе – это знание, и третье – это проницательность. И в заключении я бы хотел сказать следующее. Молитва и постоянное желание учиться – это и есть слагаемое достигающей любви. Ну а сейчас о том удивительном и необычном, с чего мы начали наш семейный урок. Мы хотим пройти через тест с Мариной, и более того, хотим предложить, чтобы вы сделали вместе с нами то же самое. Нам будут задаваться вопросы, мы будем на эти вопросы отвечать, ну и посмотрим, как мы знаем друг друга, кто из нас выиграет, кто из нас проиграет. Но, честно говоря, в семейных отношениях, когда мы задумываемся о том, чтобы сделать жизнь друг друга лучше, мы все выигрываем. Поэтому давайте сделаем это вместе. Условия игры очень простые. Возьмите с партнером листочки бумаги, маркеры, слушайте наши вопросы и напишите ответы одновременно на листочках бумаги. Затем покажите друг другу ответы и сравните их. Кто даст больше правильных ответов, получает больше баллов и побеждает в нашей игре. Итак, первый вопрос. Отвернитесь друг от друга и, несмотря друг другу в глаза, напишите цвет глаз друг друга. Следующий вопрос. Сколько пар обуви у вашей возлюбленной? Любимое блюдо вашего мужа. Следующий вопрос к мужу. День рождения вашей тещи. А год я не помню. Следующий вопрос жене. Любимая футбольная команда вашего мужа? Подарок, который больше всего запомнился вашей жене. Подарок, который больше всего запомнился вашему мужу. Самый лучший подарок для вашей жене в любой праздник. Самый лучший подарок для вашего мужа в любой праздник. Похоже. Это же вкусное блюдо. Когда и где прошло ваше первое свидание? Да мы там с тобой были недавно, ты что? Как оно называется? Не рассказывайте. Я не знаю, как оно называется. Я напишу, как раньше. Это арка Дружбонорозов, серьезно? Да. Она раньше называлась арка воссоединения Украины с Россией. Честно говоря, я очень надеюсь, что я все-таки одержал победу. А я надеюсь, что я одержала победу. И я думаю, что и это замечательно. Мы вместе победили, хотя бы вспомнив то, где у нас было первое свидание. Вспомнив, какие у нас глаза. И такие маленькие, но важные детали, которые помогают нам любить и быть любимым. Поэтому наш совет. Если вы не сделали это сейчас, обязательно сделайте это. Просто напишите эти вопросы или какие-то другие. И позадавайте их друг другу. И определите, насколько вы знаете друг друга. Потому что это очень-очень важно. В любви, в счастье, в том будущем, к которому вы вместе идете. Кстати, мы очень любим вспоминать о том, как все начиналось. Порой мы об этом вспоминаем. И, возможно, мы с вами об этом поговорим. Есть интересные всякие смешные штучки, которые можно вспомнить. Надеюсь, это было хорошее и полезное время для вас. Смотрите, думайте. И самое главное, не останавливайтесь только на том, чтобы это узнать. Начинайте это практиковать в своей семейной жизни. Чао! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...